Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Я думаю, вы заметили, что нас с вами стало 10 тысяч, то есть 10 тысяч подписчиков на моем канале. Я за это вам очень признателен, за то, что вы мне доверяете, пользуетесь моим контентом и считаете, что он приносит пользу. Больше ставьте лайков, а особенно пишите больше комментариев. Я очень рад конструктиву и всегда готов обсуждать важные для вас вопросы и иногда даже следовать вашим рекомендациям. А сегодня я вам покажу, как правильно демонтировать штатные рейлинги, как собирается и устанавливается экспедиционный багажник. Одинокий следопыт на Nissan Pathfinder. Поехали! Для начала запасаемся головкой на 10 и ручным воротком. Снимаем все пластиковые заглушки на рейлингах и выкручиваете все болты, которые видите. После того, как выкрутили основные болты, сдвигаем рейлинг усилием вперед. И после этого он легко снимается. И нам остается выкрутить два болта в средней стойке рейлингов. После того, как вы избавились от всего лишнего на своем Nissan, да простят меня инженеры этого прославленного концерна, разберите комплект поставки. В нем обязательно должны быть вот такие вот подкладки для установки. И комплект метизов, где есть все необходимые болты и шайбы. В дополнение я рекомендую запастись силиконовым герметиком, ручным керном и шуруповертом. Но сразу успокою те, кто беспокоится за крышу своего автомобиля. Сверлить вовсе не обязательно. Передние опоры багажника можно закрепить на обычный двухсторонний скотч. Багажник разработан так, что в принципе вы можете подсобрать его на земле полностью. И вдвоем с напарником сразу установить на крышу и закрепить. В случае, если вы один, сборку лучше делать подетально. Сначала наживить боковины, только потом уже устанавливать поперечины. И сразу разместите на крыше подкладки по расположению опор багажника. Будьте внимательны, для крепления багажника поставляются болты длиной 30 мм. А для крепления поперечин 20 мм. Все болты класса 8.8. Если вы считаете, что этого недостаточно, вы можете приобрести свои. Тем, кто не хочет сверлить крышу, просто прикручиваете, просто используете подкладки, которые идут в комплекте. И переходите к наживлению поперечин. Тем, кто будет сверлить, кто хочет надежное крепление своего багажника, смотрим дальше. Прикручиваем багажник в штатное положение двумя-тремя болтами. Размечаем керном место сверления. И устанавливаем вытяжную гайку, которая идет в комплекте. Сверлимся ступенчатым сверлом до диаметра 10 мм. Для надежности сначала убедитесь, не проходит ли у вас здесь под крышей проводка. И устанавливаем вытяжную гайку. Здесь и пригодится герметик. Раскладываем подкладки по местам и наживляем стойку. Если вы устанавливаете багажник в одиночку, имеет смысл болты заранее продеть в подкладку. Обязательно все резьбовые соединения обрабатываем мобилем. Производителя не скажу, мы только в ходе переговоров о нашем сотрудничестве. Напоминаю, что сейчас мы только наживляем, немножко наживляем стойку. Окончательно будем протягивать все только после установки поперечин. В передней части при установке багажника у нас задействованы только два крепежных отверстия. Третий остается свободным для протяжки кабеля, либо если оно вам не нужно, то глушим болтом. У задней стойки у нас также одно открытое отверстие, через которое вы можете протянуть кабель для рабочего света, либо дополнительных стоп-сигналов. Друзья, конструкция получилась мега-мега-мега крепкая. Но огромная проблема прикручивать поперечины, когда у вас уже стоят стойки. У меня не настолько нежные пальчики, чтобы сюда подлазить, поэтому рекомендую всем под сборку делать все-таки на земле. И уже в подсобранном виде крепить его на крышу. Вот такая, друзья, брутальная красота у нас получилась. Впереди работа над спойлером и комплексом навесных аксессуаров. Задавайте свои вопросы в комментарии к этому видео. Ссылка на его приобретение внизу в описании. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте. Пока. Для того, чтобы снять для вас материал, как будет... Для того, чтобы снять материал, как... Выключай.